И на 20 лет определяется прогноз, прогноз на будущее. Но если мы объединим котуны, то у нас получится, получится большое колесо, промежуток времени в 20 котунов, 20 котунов это почти 400 лет, 20 лет называется бактун, значит котуны объединяются в 20 штук, сам котун это 20 лет, берется 20 котунов, получается почти 400 лет, 400 лет называется термином бактун, и если объединить 13 бактунов 13 раз по 400 лет, то тогда и получается большой круг майянского календаря, по-английски это называется long count, long count, малые котуны это short count, у вас есть в учебнике эта иллюстрация, а это называется long count, long count переводится как длинный счет. Что такое long count? Это 13 раз по 400 лет, 13 раз по 400 лет это 13 бактунов, он так и называется, ош-ла-хун бактун, ош-ла-хун это 13 на языке майя, а бактун это как раз 400 лет. Ну, все вместе это составляет более 5000 земных лет, более 5000, и это показывает гигантскую, гигантскую эпоху, и вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста, в каком цикле мы родились с точки зрения большого круга, и в каком цикле мы живем сейчас. Мы родились в цикле, который начался 11 августа 3113 года до нашей эры. Это даже невозможно себе представить, как вот вообще удалось расшифровать все эти стеллы майя, чтобы перевести на цифры современного календаря. Цикл, в котором мы с вами родились, начался, повторяю, 11 августа 3113 года до нашей эры, а сейчас уже другой идет. И этот другой начался, вот прошло 13 раз по 400, 21 декабря 2012 года, когда со ссылкой на календарь майя, масс-медиа мировые, прежде всего американские, подхватив эту информацию, эрида, стали распространять идею о чем? О конце света. Дата-то реальная, то есть они дату не выдумали. Вот у вас полный расклад по цифрам, здесь все видно. Действительно, 21 декабря. Это еще совпало с... Почему еще конец света предполагался ими? Потому что это же самый короткий день в году и самая длинная ночь. Вот такое еще совпадение с западной астрологией произошло. Как называется 21 декабря? День зимнего. Через неделю будет. День зимнего солнцестояния. И они, узнав об этом, стали активно распространять идею, что это конец света. И идея эта оказалась в высшей степени коммерческой. В высшей степени идея оказалась коммерческой. Стали распространять идею о конце света. Конечно, никакого конца света не должно было быть. Потому что календарь продолжается. Вы же видите, что он продолжается? В мае ни в коем случае не говорили о том, что 21 декабря 2012 года, когда ошлахун-бактун завершится 13 400 леток, наступить конец света нет, начался новый. Новый круг. Круг длиной больше 5000 лет. И вы доживете вот до следующей даты. Такой же, как 21 декабря 2012 года. Мы видим, что следующая дата это 3 мая 7138 года нашей эры. Но это еще не скоро. А пока что я хотел вам рассказать, как фейковые прогнозы переходят в реальную мистику. Может быть, я об этом вам уже рассказывал. Каким-то курсом послушайте еще раз, а кому-то и не рассказывал. К 21 декабря был большой ажиотаж. Потому что Эрида знает свое дело. И когда об этом пишутся книги, снимаются фильмы, печатаются статьи в газетах и журналах, то вера в то, что это может быть правдой, по неволе возникает. И на Западе широко продавались survival kits. Это набор спасения. Это был завтрак туриста. Ну, как-то сушеночка, там, сухарики, травишки. Ну, это, конечно, смешно, но продажи были высокие. Смешно я имею в виду сама идея этого набора спасения. Потому что если действительно происходит конец света, то тушенка и травишки тебе уже не понадобятся. Шутки шутками, однако случилась реальная трагедия. Реальная трагедия. И эта трагедия, она была подогрета, она была подогрета, ничем иным, как календарем майя. Сейчас я хочу показать вам эту трагедию. А начиналось все, казалось бы, невинно. В Москве был снят, вернее, не в Москве, но о Москве, был снят фильм-катастрофа под названием «Метро». Это художественный фильм в стиле, как типа «Титаника», в стиле катастрофа, о том, как в метро Москвы происходит глобальная катастрофа, гибнут люди и вообще просто полный кошмар. Создатели фильма «Метро» хотели приурочить премьерный показ к 21 декабря 2012 года. Они выпустили такой вот рекламный плакат фильма «Метро». Тут, видите, такая там ужас, что внутри земли творится, что поезд просто вытолкало сквозь асфальт прямо к башням Кремля. Такое там под землей немыслимое, видимо, происходит, что поезд прямо вот вылетел на поверхность, поезд метро. И в правом нижнем углу сделали надпись. 21 декабря 2012 года. Все видят? А внизу написали «Во всех уцелевших кинотеатрах». С прогнозами шутить опасно. Они, конечно, пошутили. Пошутили, но шутка оказалась очень в тему. С такими вещами, как с пирамидами, шутить опасно. Шутка оказалась в тему. Вот эта фраза «Во всех уцелевших». Кинотеатрах. Проявила она себя, во-первых, тем, что премьерный показ не состоялся. Хотя конец света не произошел. И все кинотеатры уцелели. Но, тем не менее, у них пошли резкие сборы. И пришлось переносить аж на февраль 2013 года. Но программа уничтожения, она была уже запущена. И реализовывалась эта программа через нашу книгу «Как Сатурн на лошади скакал». Вот у наших коллег есть посупников. Целая серия уже вот этих наших разноцветных книг. Я себя за ту книжку... Это прогнозная книга на 2014 год, «Как дама с собачкой» на 2018. Я себя только ругаю за одно. За то, что на обложке неправильная иллюстрация. Она там такая добрая. Там Сатурн такой забавный старичок. Лошадка такая из мультфильмов. Скорее, пони. А надо было-то по-другому. Надо было скелета нарисовать, который пытается оседлать взвесившуюся лошадь. Это больше бы соответствовало событиям 2014 года. А не добрый старичок, который пытается взгромоздиться на пони. Откройте любой отчет экономистов по России. Вы прочтете в каждом отчете одну и ту же фразу. По непонятной экономической науке причине благосостояние россиян начало стремительно падать, начиная с 2014 года. И падение продолжается. С середины 2014 года. То есть лошадь обезумела не с начала года. Это все развернулось летом и осенью. И с этого момента начался спад. По непонятной причине, но этот спад продолжается. 2014 год оказался в каком-то смысле страшным. В середине июля было суперлуния. Я не буду сейчас объяснять, что такое суперлуния. Вы подробно это разбирали. Мы ждем суперлуния в январе 2018 года. Мы с вами разбирали прогноз на авиакатастрофу. Потому что 2 января полнолуния, суперлуния и стационарный уран. А 31 января все повторяется. И плюс лунное затмение. Что в общем очень-очень симптоматично. Но теперь что же было в июле? В июле произошло суперлуния. И почти прямо на этом июльском суперлунии, напоминаю, что суперлуния это когда полнолуния, две буквы П, совпадает с берегеем. Луны произошло следующее. Луна, она такая огромная, гигантская. Произошла самая масштабная в истории московского метрополитена техногенная катастрофа. Нет, это не привычные террористы с Кавказа, которые что-нибудь взорвали. Никакого Кавказа, никакого взрыва. Произошло следующее. На перегоне новой ветки метро, точнее, эта ветка не новая, она новая в продолжении. Это синяя ветка метро между станцией Парк Победы и следующий поезд, отъехав от станции Парк Победы, набрав скорость, вот тут вот, где происходила развилка, вот так называемый стрелочный механизм, стрелочный механизм сломался, и состав метро с пассажирами на скорости 70 км в час, это стандартная скорость, с которой ездят поезда московского метро, из-за сломавшегося механизма, понесло не сюда и не сюда, а прямо на бетонный разделитель. Прямо со скоростью 70 км в час мы полетели на бетонный разделитель, поэтому, когда спасатели спустились в тоннель, то там была просто каша, каша из искореженных частей вагона кабины машиниста, первого вагона, которые задние вагоны, они просто в этот разделитель просто вдавили, впечатали, там просто сплющило, вот это все сплющило, поскольку, как бы, а как не сплющить, зато проверили на качество бетон, поставляемый московскому метрополитену. Бетон продемонстрировал высокую прочность, потому что поезд сложился в лепешку и в гармошку. У нас по традиции сказали, что почти никто не пострадал, и все живы и здоровы, но, глядя на эти кадры, как-то в это верится с трудом, что после общения с бетонным разграничителем можно остаться живым и здоровым, вот в этом, и в искореженных, тут даже не видно, даже, ну, видно, что вот вагоны, но вот эти вот куски, даже вообще, вот очертания, видите, они их вот разбирают просто по кусочку, тут, собственно, катастрофа и катастрофа. В Суперлунии это понятно. А при чем тут майя? Коллеги, а майя это вина продюсеров фильма «Метро». Это вина продюсеров фильма «Метро», которые подцепили к своей вымышленной идее о глобальной катастрофе в московском «Метро», подцепили к реальному календарю майя. Кто просил их завязываться на дату 21 декабря? Кто просил писать во всех уцелевших кинотеатрах? Они притянули эту беду. Они ее накликали, можно так сказать. А накликали они ее почему? Причем они маньяки. Как я уже сказал, продюсеры, как я уже сказал, 21 декабря у них премьера не получилась, их календарь майя сразу начал разрушать. Но они ее назначили, отложили на два месяца и назначили премьеру фильма «Метро» на все равно 21-е, почему я говорю, что маньяки, то есть они от этой идеи не отказались. На 21-е, но только не декабря, а уже февраля, и уже год был не 12-й, а следующий 13-й, и 21-го февраля фильм вышел. То есть они все-таки от своей идеи прицепиться к календарю майя, они от этой идеи не отказались, потому что у продюсеров вообще была мысль, что если конец света действительно наступит, то в метро это будет выглядеть вот так, как показано в фильме. А сюжет там такой. Москва, как известно, она вся стоит на воде, под поверхностью Москвы текут подземные реки, вам об этом тикеры бы очень подробно рассказали. Там сплошная вода, это правда. И вот эта вода по сценарию, значит, неуправляемые эти потоки, они размыли перекрытие и неконтролируемые потоки воды хлынули непосредственно в ту часть, где проложена ветка метро и такой Титаник, но только не в океане, а в царстве Плутона. Титаник под землей. Вода наплывает. Нет, там действительно вода есть, немного воды. Мы на воде живем, почти как Венеция, только вода это она наплывает, кто на что гораст. Кто-то от удара током, кто-то утонул, у кого-то другие неприятности случились. Ну и глобальная действительно по фильму катастрофа, это кадры из фильма, с человеческими жертвами. Ну а где же момент истины? А момент истины следующий. Чтобы все-таки это художественный вымысел, они же не документальную картину снимали, они назвали в фильме станции, которых в Москве нет, хотя Москва, фильм о Москве, о московском метро. Они назвали станцию Садовая, в Москве нет станции Садовая, а вторую станцию они назвали Бородинская, в Москве нет станции Бородинская, то есть они придумали две станции, не существующих И вода хлынула на поезд между станциями Садовая и Бородинская. А вот это уже просто черная магия. В Москве нет станции Бородинская, но в Москве есть Бородинская панорама, прямо под которой находится парк Победы, где случилась уже не вымышленная, а реальная трагедия. Они этой Бородинской и Садовой спрогнозировали место катастрофы. Ведь веток много. Спрашивается, почему на синий? Почему поезд расплющился не на красной ветке, не на оранжевой? Бородинская намекала на парк Победы. Бородинская панорама. И есть еще один момент про станцию Парк Победы. Вот существует карта, существует карта, может быть я вам ее сейчас и не покажу, эту карту. Так вот, станция Парк Победы, это станция самого глубокого заложения и ее глубина составляет 84. Наша цифра. 84 составляет метра глубина Парка Победы. Кто бывает на парке Победы в этих местах? 80, ни одна другая станция, но опять-таки 84 это ураническое число, и все как-то вот это сошлось. И суперлуние, суперлуние привело уже не к вымышленной, а к реальной трагедии. Создатели фильма могут быть довольны. Они хотели катастрофу в метро, они ее получили.